Вас никогда не интересовало, как связано количество людей, утонувших в бассейне, с количеством фильмов с Николасом Кейджем, вышедшим в этом же году? Как оказывается, между этими числами существует корреляция 66%, а как насчет того, что существует корреляция в 99,26% между количеством разводов в штате Мэн и потреблением маргарина на человека? Или корреляция в 99,78% между финансированием науки и космических технологий с количеством суицидов при помощи повешения и удушения? То, что между двумя переменными есть корреляция, совсем не значит, что одно является следствием другого. Это предположение является логической ошибкой. Несмотря на это, нас часто привлекают такие заявления, как люди, часто занимающиеся сексом, больше всех зарабатывают. К сожалению, одно не всегда ведет к другому. Несмотря на то, что так может показаться, уровни потребления сыра, скорее всего, не связаны с количеством людей, умерших, запутавшись в простынях. Но иногда это не так очевидно. Многие исследования показали, что женщины, проходящие заместительную гормональную терапию во время менопаузы, имели более низкие шансы заболеть сердечно-сосудистыми заболеваниями. Врачи сделали вывод, что заместительная гормональная терапия может защитить от сердечно-сосудистых заболеваний. Но после того, как женщины прошли рандомизированное контролируемое исследование, оказалось, что заместительная гормональная терапия оказывает противоположный эффект. После повторного анализа изначальных исследований, оказалось, что женщины, проходящие терапию, принадлежали к более обеспеченным слоям населения, с лучшей диетой и уровнем физической активности. Именно в этом крылась тайна меньшего риска сердечно-сосудистых заболеваний. Еще одно исследование показало, что те, кто пользовался ночником в детстве, имели больше шанс стать близорукими. Но существует сильная связь между близорукостью у родителей и развитием ее у детей. В действительности, близорукие родители просто чаще оставляли в комнате ребенка источник света. Все это является примером так называемой скрытой переменной, то есть случаев, когда А не ведет к Б, вместо этого С является их общей причиной. Это как если бы вы взяли людей с раком легких и решили, что зажигалки в их карманах должны быть причиной рака, не понимая, что курение является скрытой переменной. И ученые кропотливо работают над своими исследованиями, чтобы избежать этого. Но все становится намного хуже, когда средства массовой информации начинают злоупотреблять этими случайными корреляциями. Одно исследование связи между шоколадом и потерей веса было специально спроектировано, чтобы показать, как репортажи о науке превращаются в сенсации. Ученый-журналист с докторской степенью по микробиологии провел настоящее исследование, где участники были разделены на три группы. Низкоуглеводная диета, низкоуглеводная диета плюс 40 грамм шоколада и обычный режим питания. По истечении трех недель группа с шоколадкой действительно потеряла больше всего веса, но журналист специально использовал ужасные научные методы. Он взял 15 испытуемых и измерил 18 различных показателей, включая потерю веса, уровни холестерина, качество сна, давление, самочувствие и так далее. Но когда вы используете маленькую группу людей и измеряете множество переменных, вы можете быть уверены, что получите статистически значимые результаты, о чем есть прекрасное видео на канале Veritasium. Результатом могло стать и что-то другое, например, корреляция между шоколадом и более низким давлением. Если бы исследование было рецензировано другими учеными, на это бы сразу указали. Вместо этого журналист отправил его в журнал за 600 евро, выдумав название исследовательского центра, Институт диеты и здоровья. Затем он послал пресс-релиз в дюжину СМИ, и спустя короткое время худеть, кушая шоколад, было новостью на первых полосах. Несмотря на все это, мы не можем полностью отбрасывать корреляции. Корреляция – это важная часть науки. Двойной слепой метод исследования не всегда возможен или этически приемлем. Из-за чего корреляция часто предоставляет лучшие доступные данные. Когда все возможные причинные связи хорошо исследованы, корреляция может быть хорошим инструментом для оценки причинно-следственных связей и развития науки. Это видео было выбрано для перевода по итогам голосования на сайте patreon.com. Если и вы хотите получить возможность выбрать следующий ролик, а также поддержать канал, переходите по ссылке на экране или в описании. Спасибо за просмотр. Видео выходит при поддержке паблика XKCD.